Доброй традицией и темой сегодняшней нашей онлайн-встречи является информационные услуги НРД. Данные сервисы, мы надеемся, что помогут снизить вам затраты и автоматизировать процесс сбора и обработки информации. В ходе нашего вебинара сотрудники НРД предоставят вам комплекс информационных сервисов, которые включают в себя услуги как на платной основе, так и в свободном доступе. Вы можете задавать все свои вопросы у нас на сайте, отправляя нам вопросы по ссылке. И первый вопрос, по которому нам расскажет Александр Морозов, являющийся начальником управления корпоративной информацией, и Козырева Оксана, руководитель направления мониторинга информационных ресурсов, который поддерживал базу ДКК-Инфо. И тема наша первая – это диск НРД. Ну и затронем ДКК-Инфо. Добрый день, уважаемые коллеги. Поскольку семинар у нас, вебинар, вернее, является вступительным, и, соответственно, будет некая серия, в данном формате мы постараемся за короткое время рассказать общие принципы работы с диском, осветить основные аспекты этой работы, и частично сравнить с ДКК-Инфо. К сожалению, на данный момент у нас нет возможности подключить ДКК-Инфо, так как 29 декабря ДКК-Инфо прекратила свое существование. Соответственно, одним основным источником является диск НРД. Оксана, по поводу ДКК-Инфо сейчас скажет. Ну, ДКК-Инфо прекратила свое существование. Ну, это не значит, что мы прекратили мониторить корпоративную информацию и продолжаем это делать, в общем-то, с успехом, мне так кажется. И началось наполнение базы диск НРД. Хочется отметить, что все ключевые сотрудники, которые занимались поддержанием базы ДКК-Инфо, перешли на работу в НРД, поэтому все основные принципы, по которым мы работали, будут сохранены. Вот. Если что-то у нас пока не получается, мы ждем ваших вопросов, пожеланий, и все это будет учтено. А сейчас вот Александр Морозов покажет нам, как работает диск НРД, по каким принципам. И я хочу всех заверить, что он работает не чуть не хуже, чем база ДКК-Инфо. Спасибо, Оксана. А перешли, пожалуйста, на экран. Это основная страница диска в форме поиска. В принципе, тут представлены все возможные варианты поиска организаций, ценных бумаг и даже различных сообщений. Ну, в принципе, начнем прямо с верхнего поля. Это статус организации. Поскольку организации представляются в различных статусах, это может быть и платежный агент, и имитент, а также в некоторых случаях уполномоченные депозитарии, управляющие компании. Соответственно, можно осуществлять поиск по статусу. Можно осуществлять поиск по странам. Ну, как видите, тут представлены достаточно большой выбор стран. Это все имитенты, которые обслуживаются в НРД. Осуществляется поиск по наименованию имитента. Тут присутствует пять или шесть наименований. То есть официальное полное, официальное краткое, при наличии официальное англоязычное наименование полное краткое и транслитерированное. Далее в этой же форме представлен, можно осуществлять поиск по коду. Ну, соответственно, выбор кодов виден. И по сектору рынка. Государственные субъекты федеральные регионы. Государственные и федеральные – это Минфин. Корпоративные – понятно. Муниципальные – в общем-то тоже понятно. Национальные банки. Международные – национальные банки. Дальше. Можно осуществлять по ценной бумаге. Соответственно, тип финансовых инструментов и представлены все вариации, которые мы обслуживаем. По состоянию выпуска тоже возможен различный выбор. Опционально можно искать конкретную ценную бумагу, указав некий код. То есть коды здесь представлены на этом экране. Это достаточно широкий выбор кодов возможных. Ну и дополнительная опция – это ценные бумаги, включенные в мост. И, соответственно, можно выбрать любой мост. Ну, допустим, к примеру. Соответственно, это перечень ценных бумаг и эмитентов, включенную в данный мост. Вернемся обратно. Так. Поиск сообщений. Есть различные типы сообщений. Сообщения по корпоративным действиям. В данном случае тут тематически выбирается. Присутствует форма. Это условное деление типов сообщений. Ну, допустим, о прекращении обслуживания. Извините. Сегодня еще не было прекращения. Прекращение. Результат получен. Вы видите сообщения о прекращении обслуживания. Соответственно, тут можно выбрать любой тип сообщения. Так. Уберем условия. Можно выбрать сообщения по типу коды. Тут представлены все коды. Возможные варианты. Выказание сфифтового типа кода. В принципе, можно любой тип сообщений выбрать. Допустим, афер. Это даже не будет. Достаточно интересный тип. Который интересует наших клиентов. Смотрим, что есть по нему. По нему ничего нет. Так, возможно, где-то еще условия какие-то остались. К сожалению, неудачный тип выбрал. Дело в том, что диск развивается. Соответственно, в диск добавляются новые типизированные сообщения. То есть на каждый тип события задается некое шаблонное сообщение, которое позволяет его привязывать непосредственно к эмитенту и ценной бумаге. Сейчас охвачено, формализовано практически процентов 90 таких событий. Но остальным ситуация гораздо лучше. Соответственно, можно перейти к сообщениям. Вот это как раз то формализованное сообщение, о котором я говорил. Здесь привязаны требования о выкупе в формате PDF. И источник информации. То, что в результате получено непосредственно нами. Извините. Это основная форма поиска, через которую, в принципе, можно найти всю необходимую информацию. Вот. Единственное, я не отразил момент. Это ценные бумаги предназначены для квал-инвесторов. Можно поставить галочку и получить полный перечень этих бумаг. Можно также выбрать по типу бумаги. Соответственно, можно выбрать, допустим, акции, квал-инвесторов, поиск и, соответственно, представленная информация по ценным бумагам для квал-инвесторов. Так, перейдем к ценным бумагам. К ценным бумагам. В данном случае представлен тот же перечень, что, в общем-то, и в типе финансовых инструментов. В данном случае, если вы знаете конкретно, что вы ищете, какую ценную бумагу, можно осуществлять поиск непосредственно здесь. То есть, тут преднастроенный фильтр установлен. Поиск практически осуществляется по тем же полям. Эмитент, госрек номер. Тут еще добавилась валюта номинала. Состояние выпуска – это все то, что вы видели, в принципе, на первом экране. Госрек номер. Далее – организация. Опять же, это вариация уже предустановленного поиска, то есть, в основной странице поиска. То есть, тут представлены основные статусы организации, которые часто используются. Ну, то есть, понятно, имитент, реестродержательный, платежный агент и так далее. Можно перейти на эту форму. Вот тут представлен полный перечень организации, которые присутствуют в базе МРД в различных статусах. Далее есть такая интересная закладка календарей. Календарь корпоративных действий и календарь событий по организации. В календаре точно такая же форма поиска. Соответственно, имитент, финансовый инструмент. Рефенс КД, если, скажем, вы ищете некое событие уже с известным вам рефенсом. Рефенс, в данном случае, рефенс, имеется в виду, НРД. Есть в ряд возможностей выбора, по каким датам сортировать, по каким датам выбирать. По сектору рынка, опять же, то, что было на центральной форме поиска. По типу КД. Аналогичную форму мы уже видели, опять же, на первом экране. По состоянию КД. Широкий спектр состояния представлен. Состоялся бы немного дефолт. То, что многих, в принципе, интересовало. И для цены бумаги. Обслуживаемая в НРД на текущую дату. То есть, на дату поиска. И, соответственно, на дату проведения КД. Ну, естественно, период. По какой происходила данная самая. Возьмем короткий, в принципе, период. Как вы видите, представлено достаточно большой перечень КД. Из этого корпоративного действия можно сразу перейти в детали корпоративного действия. В данном случае, это выбор купона по ОФЗ. Вся необходимая информация здесь представлена. Можно перейти в выпуски ценной бумаги. То есть, госрек-номер. Легидарный код. События, связанные в данном случае, нет связанных с событиями. И сообщения. Сообщения не найдены. Дело в том, что по некоторым событиям действительно нет сообщений. Поскольку функция связи с КД по сообщениям была запущена несколько позже. Поэтому нам предстоит еще некая работа связать то, что было ранее размещено, с теми событиями, которые происходили. Чтобы у нас была полноценная система. С учетом архивных данных. Вернемся к календарям. Есть такое же понятие «Календарь событий по организации». В данном случае по организации у нас есть типы событий. Достаточно широкий перечень событий представлен. Период. Состояние учета состоялось отменено. Это по аналогии с корпоративным действием. И статус в НРД. Это по отношению к организациям. Еще раз делал сообщения по ценным бумагам. Это все сообщения, которые публикуются на ленте новостей НРД. По ценным бумагам имитентом. В данном случае тут более удобная форма поиска. В принципе уже стандартный набор по номинованию, по периоду публикации, по типу финансового инструмента, по словам в тексте. Опять же по типам регистрации ценной бумаги и возможность выбрать тип КД. Один важный момент. То, что можно переходить в принципе из имитента в сообщения, в выпуск, в КД. То есть все взаимосвязано. Возможно любой переход. Даже вот сообщение перейти. И опять же видим те же заглавки организациям представленные. Можно перейти в анкету юрлица. Ценную бумагу. Корпоративные действия. В данном случае события по организации не будет. Наверное, Оксана, что-нибудь сказать про КДНФ? Да, в общем-то я скажу, наверное, про КДК-инфу уже про ДИСКОМУДЕ, про КДНФу говорить смысла нет. Значит, я просто хотела показать на примере, провести какую-то аналогию диска МРД и ДКК-инфо. И просто как бы продемонстрировать, я не знаю, поиск по имитенту, как он был организован у нас в ДКК, раньше в ДКК. Ну, выберем любого имитента. К примеру, это будет ЛУКОЙЛ. Чтобы посмотреть на ход всех полей, которые есть в ДИСКе МРД, Значит, открыв полное именование этого имитента, мы видим сначала общую информацию, затем все входы, которые присвоены имитенту, информация о регистрации в лица, контактные лица, наличие мостов и статус МРД. Это общая информация об имитенте. Далее можно перейти к ценным бумагам, что чаще всего интересует наших диппонентов. Значит, здесь сразу мы видим те бумаги, которые сейчас находятся в обращении. Нажав ссылочку, мы видим всю информацию по этой цене в бумаге, регистрационные данные. Также видим порядок размещения и места хранения торговой площадки и учет в НРД. Что касается количества бумаг в выпуске, это тоже такая информация присутствует. Очень интересная такая закладочка, это календарь КД, где высвечены все корпоративные действия, которые проходили с этой бумагой, и вот уже отсюда можно попасть в историю этой бумаги, как выплаты бумаги, так и конвертации. То есть историю ценной бумаги проследить в диске НРД тоже можно, как это можно было проследить эту историю ДКК-ИНФО. Она немножечко может быть путь дальше, но эта история существует, и если у кого-то появляются вопросы, что истории не видно, то приглашают звонить, спрашивать. Историю мы всегда вам добудем этой бумаги. Значит, что я еще хотела сказать. Значит, собрание, как корпоративное действие, выделено в отдельную закладку. Все собрания, вот мы видим, 2000 года в базе диска НРД присутствуют. Значит, с 2013 года стали публиковаться повестки этих собраний не в виде информационных сообщений, а прямо вот в закладку «Собрание акционеров и дивиденды». Значит, если база не содержит какого-то события, касающегося собраний, и вот дивиденды по этим собраниям, то мы готовы. Сейчас ведется работа по заполнению, по дозаполнению этой базы. Все собрания за 2012 год мы обязуемся заполнить. Далее будут заполняться более отдаленные собрания. Вся информация будет внесена. Так что все, что вы видели в ДККН-КО, вы со временем увидите в диске НРД. Что еще? Можно получить здесь события по организациям. То есть какие-то реорганизационные вопросы, конвертационные вопросы. Все это нужно увидеть. К сожалению, пока в диске НРД мы не можем проследить весь исторический путь ценной бумаги. Не всегда можем. Да, не всегда можем. Но работа в этом направлении ведется. Да, ведется. Мы эту историю по мере работы будем заносить. Так что все это будет. Ну, собственно говоря, в общем, все, что еще интересует, это какие-то выплаты по ценным бумагам. Все выплаты, все дивиденды тоже в диске НРД сохранены. К сожалению, я еще не очень хорошо ориентируюсь в этой бумаге, но обещаю, что научусь лучше. Сейчас, минутку. Пока существуют вспомогательные разделы, которые... С левой стороны видны дивиденды 2011-2010. Это архивные и текущие дивиденды за 2012 год, которые сейчас будут приниматься решением собраем. Да, дивиденды здесь все присутствуют, но пока это эксельская таблица, но в дальнейшем мы все это занесем в диск НРД, и дивиденды можно будет увидеть. Это будет единый комплекс информации. Ну, собственно говоря, наверное, у меня все. Спасибо большое. У нас поступил один вопрос, я его тогда озвучу. Планируется ли в НРД введение базы по рыночным котировкам по всем бумагам в качестве справочной информации для составления обязательной отчетности и выставления счетов? Ну, вот у нас будет последним вопросом прислана ценовой центр. Это единая цена, и коллеги расскажут поподробнее. В принципе, информацию о ценах мы также планируем учитывать, информацию о рыночных ценах. В общем-то, частично она сейчас ведется для цели выставления счетов, для оценки хранимых активов. Ну и, скорее всего, это будет в ближайшем будущем тоже доступно для наших кредитов. То есть, ну, это по всем бумагам? Ну, то есть, по всем бумагам, да. Плавное, что это есть. Спасибо большое. Дальше у нас вопросы уже касаются ICIN-кодов. Это будет вопрос. А мы сейчас рассылка. Да, я скажу обязательно, что если будут какие-то вопросы, или чтобы обращались, смотрели на сайте, у нас есть телефон, у нас есть адреса. Пожалуйста, обращайтесь в отдел продвижения услуг, услуг, привлечения клиентов. Телефон наш 234-9960. Либо можете посмотреть всю эту информацию на сайте. А сейчас продолжит наше выступление Елена Ульянова, советник старшего вице-президента. И она нам расскажет тему размещения на сайте НРД базы данных по ICIN-кодам и справочника иностранных финансовых инструментов. Добрый день, уважаемые коллеги. Своей стороны, я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы пришли на наш вебинар. И хотела бы рассказать о некоторых сервисах, которые вам наверняка известны. Но, может быть, вы почерпнете из моего рассказа что-то полезное и новое для себя. Включите, пожалуйста, экран. Итак, НРД поддерживает отдельный сайт, на котором он посвящает свою деятельность в качестве Национального номерующего агентства по России и другой функционал, относящийся к членству НРД в Ассоциации Национальных номерующих агентов. На этом сайте НРД размещает два информационно-справочных ресурса, которые находятся в открытом доступе и доступны вам, как участника рынка, в любое время, дыбая информации из этих справочников. Попасть в эти справочники вы можете прямо с главной страницы этого сайта. Здесь вы найдете базу данных по осиным кодам российских бумаг. Здесь вы найдете справочник по иностранным финансовым инструментам. А также найти эти же базы в соответствующих разделах в верхнем меню сайта. Российские финансовые инструменты и иностранные финансовые инструменты. Итак, первый ресурс – это база данных по осиным кодам российских финансовых инструментов. Здесь размещается информация по всем российским финансовым инструментам, которым НРД, как нумерующее агентство по России, присвоила айсин-коды. В базе содержится ключевая информация по финансовому инструменту, его имитенту, достаточной для однозначной модификации этого инструмента, и айсин и сейфай-код этого инструмента. По этим же параметрам, по одному из них или по совокупности этих параметров, вы можете найти интересующий вас инструмент или совокупность ценных бумаг. Здесь вы видите эту поисковую систему, в которой есть помеченные обязательные поля, которые обязательно нужно выбрать для того, чтобы отыскать то, что вас интересует. Фаза обновляется ежедневно по итогам дня одновременно с обновлением этой же информации в Международной базе данных Ассоциации Национальных Номерующих Агентств. Поэтому информация, которая находится на нашем сайте, она в ровно в таком же виде отражается и в Международной базе данных Анна. Оттуда попадает, соответственно, во все информационные источники, откуда вы можете тоже в том числе брать эту информацию. База содержит порядка 8 тысяч финансовых инструментов. Соответственно, в ней располагается информация не только по инструментам, которые находятся в размещении или обращаются на рынки. Одновременно вы там можете найти информацию и по аннулированным выпускам, и по, соответственно, аннулированным АСИМ-кодам, аннулированным при тех или иных корпоративных действиях. Ну, собственно говоря, показывать я, наверное, не буду. Вы, наверное, знакомы с этим ресурсом, легко справитесь. Но если будут вопросы, можно обращаться. У нас есть отдел обслуживания и кодификации российских финансовых инструментов, который вам поможет как с этим ресурсом, так и по вопросам присвоения АСИМ-кодов и СИФА-кодов российских финансовых инструментов. Второй ресурс, который я хотела вам представить, это справочник о иностранных финансовых инструментах, в который вы точно также можете зайти с первой страницы сайта, ну и через соответствующий раздел верхнего меню. Итак, справочник иностранных финансовых инструментов. В этом справочнике располагается информация по всем иностранным финансовым инструментам, по которым НРД получал запросы на предоставление информации по АСИМ-кодам. Но в этот справочник попадает информация только о тех иностранных финансовых инструментах, которые отвечают требованиям положения в СФР о квалификации иностранных финансовым инструментах, информация, о котором видна, кстати говоря, в заголовке в первом абзаце этой страницы. Здесь поисковая система тоже присутствует. Здесь также есть ключевая информация по инструменту и его АСИМ и СФР коды и, соответственно, состояние АСИМ-кода. По АСИМу или по наивнованиям и тем, где вы можете найти любой инструмент, который вас интересует, но при условии, если о нем запрашивал кто-то из участников рынка, и, соответственно, он отвечает требованиям положениям ФСФР о квалификации, которые, как вы знаете, действуют с 2008 года. Справочник размещается на нашем сайте при согласии АСИМ-кодамерующих агентств, а также при согласии Федеральной службы по финансовым рынкам, которая, в свою очередь, разместила на своем сайте ссылку на этот справочник. Эту ссылочку вы можете увидеть в этом разделе «Услуги». Тем самым ФСФР подтверждает правомощность использования вами этого справочника для цели принятия решения о квалификации иностранных финансовых инструментов. Вот вы здесь видите сайт ФСФР и, соответственно, ссылку, в которую мы опять вернемся на наш сайт. Что еще хотелось бы сказать про этот справочник? Справочник обновляется практически в режиме реального времени, где-то раз в 15 минут. Информацию в него НРД получает из международной базы данных в Анне непосредственно, либо от самих номерующих агентств, которые ответственны каждой из своих стран. Справочник идет порядка 18 тысяч информации о 18 тысячах иностранных инструментах. Наверное, все, что можно про этот справочник еще сказать. Если, да, и помимо того, что раз в 15 минут он обновляется в течение дня, раз в месяц проводится мониторинг, полный мониторинг этой базы, которая, что подразумевается сверх данных, находящихся в НРД по вот этому списку бумаг, с тем, что находится в международной базе данных Анна, для того, чтобы получить актуальную информацию, возможно, и нумерующие агентства проводили какие-то изменения по этим бумагам. Подробную информацию вы можете найти в разделе «Иностранные финансовые инструменты», в разделе «Услуги». И, соответственно, на нашем же основном сайте в разделе «Документы», «Райсинг сейфайкоды» и «Услуги» это тоже есть такой же разделчик. Это там ниже. Сейчас мы не запрещаемся. Не получается. Ну, в общем, поверьте мне на слово, там где-то ниже есть такой же разделчик. Соответственно, информацию по услуге вы можете найти на обоих наших сайтах как по первому справочнику базы данных по российским инструментам, так и по второму справочнику по иностранным финансовым инструментам. Повторюсь, что оба справочника находятся в открытом доступе, поэтому вы можете в любое время убрать информацию оттуда, что вас интересует в любом объеме. И дополнительно я хотела рассказать про дополнительную услугу, которая связана с иностранными финансовыми инструментами. Это услуга, которую НРД оказывает клиентам в содействии в квалификации иностранных финансовых инструментов. Если клиент интересуется какой-то бумагой иностранной, у которой еще не присвоен ICIN-SAIF-i-код, он может обратиться за содействием в НРД, и НРД возьмет на себя обязанность организовать присвоение ICIN-SAIF-i-кода этому инструменту, что означает, что НРД будет связываться с номерующим агентом соответствующей страны, выяснять все вопросы, заниматься оформлением документов и решать финансовые вопросы, и клиент получит в этом случае только ICIN-SAIF-i-код без дополнительных усилий со своей стороны. Но в связи с тем, что НРД берет на себя функции организовать этот процесс, эта услуга является платной, порядка 4, ну не порядка, это где-то 4 с небольшим тысячи рублей за один инструмент. И для того, чтобы получить эту услугу, клиент должен заключить соответствующий типовой договор. По порядке этого заключения договора вы сможете проконсультироваться, если вас эта услуга заинтересует в клиентском договоре, в клиентском отделе, есть специальный договорный сектор, отдел, это я не помню. Соответственно, вот там вы можете получить более подробную информацию. Ну и также найти эту информацию на сайте ICIN.ru в разделе услуги и опять же на сайте НРД-основу, там же в разделе услуги ICIN-SAIF-i-коды и документы тоже ICIN-SAIF-i-коды. Ну вот на этом, наверное, все, что я... Спасибо, Елена, большое. У нас поступило два вопроса. Как раз вопрос о присвоении ICIN. Я его зачитаю. Из каких источников в параметрах бумаги указывается эмитент и сторона регистрации эмитента? Например, депозитарные расписки, ну не знаю, можем мы сейчас... Ну, про конкретную бумагу, наверное, может быть, не будем говорить, но, скажем, общий принцип... Впоследствии можно просто ответить на первую клиенту, а сейчас глобально. Да, если интересует конкретная бумага, если интересует конкретная бумага, это вот я не сказала в конце своего рассказа, как иностранных бумагах, а конкретные бумаги, всю информацию вы можете получить в отделе обслуживания и модификации иностранных финансовых инструментов. Соответственно, они, вот если конкретная бумага вас интересует, они вам помогут, разъяснят все, телефончик, к сожалению. Хорошо, но мы напишем обязательно телефон. Если касается глобального вопроса, каким образом, откуда берется информация, значит, вот повторюсь, информацию мы берем в основном из Международной базы данных «Анна», куда НРД, как член этой ассоциации, имеет прямой доступ. Частично информация берется от непосредственно самих номерующих агентств, к которым мы обращаемся за информацией, но основная масса берется, конечно, из Международной базы данных «Анна», куда ICM-коды с их описанием инструментов поступают от номерующих агентств всего мира. Это где-то около 112 стран. Соответственно, откуда берется и страна регистрации эмитента и номерующие агентства? Значит, это берется из Международной базы данных «Анна». То есть, как только мы получаем запрос от клиента о какой-то бумаге, мы запрашиваем эту информацию в базе данных «Анна», откуда забираем всю информацию по финансовому инструменту и кто является непосредственно ответственным номерующим агентством по этому инструменту и, соответственно, страна эмитента. Лена, а вот какое уточнение? Если эмитент зарегистрирован в Финляндии, а страна эмитента указана в United States, почему? Да, здесь есть небольшой нюанс. Есть такое национальное номерующее агентство «Стэр Гартенпурс». Тут немножко придется мне в небольшую теорию в теорию уйти относительно взаимодействия номерующих агентств между собой. То есть, есть такой функционал, как замещающее номерующее агентство и, соответственно, номерующее агентство само. «Стэр Гартенпурс» вполне возможно. «Стэр Гартенпурс» является одним из замещающих номерующих агентств, которые обеспечивают присвоение СИН и СИФ-кодов инструментов других стран. В случае, если в этой стране нету своего номерующего агентства, либо каким-то причинам оно не смогло присвоить там СИН своей бумаге. Поэтому вполне возможно, что это указывается, и это касается в основном стандартного курса, это указывается сторона номерующего агентства. Соответственно, это вот United States, где расположены обществом стандартного курса с КИЮСИФ-кодовым СИН. Лена, и вот крайний вопрос, который звучит так. Объясните, пожалуйста, почему иногда бумагам не присваивается СИИФ-код? Здесь есть пример, но, к сожалению, это долго зачитывать. Цифленное выражение. Да. Если можно, первые две буквы. ВИ-Джи. ВИ-Джи-Джи, три буквы. Во-моему, первые две буквы указывают код страны. Значит, когда на бумаге присваивается СИИФ-код, СИИФ-код является уникальным идентификатором. СИИФ-код является дополнительным кодом, который квалифицирует эту бумагу по типу, категории инструмента, ну и другим ключевым параметрам этого инструмента. При этом этот стандарт, это два разных стандарта. Есть стандарт международный по СИИФ-коду, есть международный стандарт по СИИФ-коду. И для того, чтобы бумага могла обращаться на рынке, это достаточно СИИФ-кода. И не все нумерующие агентства, и вполне возможно, нумерующие агентства, которые ответственны за Визженские острова, не присваивают своевременно СИИФ-коды. Но если вы обратитесь в НРД, мы можем посодействовать вам в присвоении вот этого СИИФ-кода. То есть вот про ту услугу, которую я вам рассказываю в конце, если вы заключите с нами договор, мы свяжемся с нумерующим агентством, мы регулируем все вопросы и обеспечим присвоение СИИФ-кода этой бумаги. Лен, спасибо большое. Я немножко отвлеклась, прошу прощения, потому что много идет вопросов, даже не вопросов, а комментариев, что вы не слышите нас, не видите и так далее. Я пишу ответы о том, что на данный момент мы, к сожалению, исправить это не можем, потому что на нашей стороне, в общем, все в порядке. Будет запись данного вебинара, вы сможете ее посмотреть буквально в ближайшие дни. И я возвращаюсь к нашим вопросам. Лена, спасибо большое. Касательно данной темы вопросов больше нет. И мы возвращаемся к Саше Морозову, который сейчас нам расскажет о сервисах рассылки сообщений о корпоративных действиях, а также о бюллетене корпоративной информации. Саша, пожалуйста. Мы подключаемся опять на сайт НРД. В соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД, основным источником информации для наших клиентов является сайт НРД. То есть все сообщения, вся информация, которая поступает в НРД, транслируется либо в текущем режиме, либо по итогам проведения каких-то корпоративных действий на сайт. Основная лента, где представлены сообщения, это сообщения о ценных бумагах и событиях по организации. Ну, в принципе, вы уже видите, что за сегодня было несколько сообщений. Это о предстоящем выборе купона и о предстоящем корпоративном действии. Помимо того, что мы обрабатываем те документы, которые к нам поступают, недостающую информацию мы берем из открытых источников, из раскрытия информации, сайтов-эмитентов, сайтов-регистраторов. Ну, то есть, по мере возможностей мы пытаемся дополнить, а где-то и проверить информацию. Касательно рассылки, по итогам дня формируются сообщения, которые включают все информационные сообщения, опубликованные за день. Подписаться на эту рассылку можно на главной странице. На главной странице подписка на новости. Каждый день в 7 часов на указанный имейл оправляются сообщения с группированными ссылками информационных сообщений по итогам дня. Также есть возможность подписаться на гиблиотене корпоративной информации, которая включает те же сообщения, перейденные в формат PDF, структурированные по определенным типам. Это сообщения о приемной обслуживании, о сборах списка владельцев, о присвоении СИН-кода, допуски к торгам, ну и много других интересных тем. Подписаться на все это, как я уже говорил, можно на данной странице. По аналогии, можно подписаться на англоязычные сообщения английской версии. Это тоже, в принципе, делается на главной странице в этом разделе. В данном случае здесь представлена только рассылка по итогам дня. англоязычных сообщений. Помимо этого, у нас существует рассылка по ИДУ, то есть через ПО ЛУЧ. Основной частью сообщений, которое рассылается через ЛУЧ, является поручение на составление списка, 61-е поручение. Помимо того, что это некая инструкция для действий, то есть для раскрытия нашими клиентами, она также задержит информацию для собрания, это, в общем-то, тип собрания, дата собрания, дата фиксации и какая-то дополнительная информация, которая необходима для участия в данном корпоративном действии. С купонами точно такая ситуация, то есть указаны и размер, ставка, кто является платежным агентом, сроки, сроки предоставления, сроки выплаты, ну и дополнительная информация. В параллеле с 61-м поручением только аналогичное сообщение размещается на сайте, то есть в данном случае можно посмотреть либо там, либо там. помимо этого через луч рассылается информация о существенных корпоративных действиях, выкупах, приостановлениях, ну то есть о тех сообщениях, которые требуют какой-то обратной реакции и либо скорейших действий по предоставлению каких-либо документов в НРД. Все это делается в рамках стандартных процедур, в принципе. на безвозмездной основе здесь объем, в общем-то, доводится. Туда не включается сообщение такого плана, как по приеме на обслуживание, но в данном случае это было бы, наверное, не очень интересно, поскольку это информативные сообщения и, в общем-то, не требует никакой обратной реакции. В общем-то, у меня все. Саша, спасибо большое. Вопросы сейчас я озвучу. Секундочку. Просто много очень вопросов я пытаюсь ответить уже в режиме... Онлайн. Онлайн, да. Так. Вот этот вопрос. Отлично емкий. Здравствуйте. Есть два вопроса по реквизитам анкет ценных бумаг. Подскажите, пожалуйста, почему в анкетах корпоративных облигаций номер выпуска указывается в формате 3Х, а не 2? Например, для облигаций с номером госрегистрации, не прочитая, указывается порядковый номер выпуска 001 вместо 01. Готовы мы сейчас ответить? Наверное, потом ответим. Хорошо. Да, почитаем и ответим. Второй вопрос. Почему часто в анкетах акции с номерами регистрации в формате вот такой вот формат 1-01 дальше иксы 6 штук? Да. В качестве даты присвоения номера госрегистрации указывается дата присвоения первоначального кода в старом формате до перенумерации, в том числе в 90-е годы, когда не существовало государственное веке номера в таком формате? Я отвечу на этот вопрос. Этот вопрос болезненный достаточно, он уже много лет что называется висит. Это зависит от того, как учитывает эту дату регистратор. Мы завязаны с регистратором по разным электронным документам, оборотам, потом мы от них получаем справки. Мы должны полностью соответствовать той информации, которая занесена у регистратора в регистре данного имитента. Поэтому если нам регистратор сообщает вот конкретно вот такой формат и вот такую дату, он так учитывает. Либо имитент его просил об этом, либо он сам это решил для себя. Но мы не можем менять заведенный порядок. То есть мы должны попадать в регистраторские все рамки. Поэтому иногда бывает такое неудобство. Тут есть несколько вопросов, которые сейчас мы не готовы даже озвучить, потому что это вопросы к сотрудникам других подразделений. Мы обязательно вам ответим. Вот это, да? Вот еще один. Хранители на диске НРД информации о КД по ценным бумагам, по которым НРД не является ЦД или платежным агентом. Такая информация хранится. Но на сегодняшний день, насколько мне известно, НРД пока не открыл счета в центральном депозитаре, пока он номинальный держатель. Если даже открытые счета, то бумаги, которые не являются бумагами для центрального депозитаря, такие бумаги в диске есть. Вся информация по ним ведется точно так же, как по бумагам, которые предназначены для ЦД. То есть основной критерий это бумага принята на обслуживание водителя, независимо от того, является она центральной депозитарной или нет. Еще один вопрос. Будет ли предоставляться информация о корпдействиях, а также о CIFI в электронном виде XML и когда? Интересует также техническое описание новых форматов. Частично это уже предоставляется в формате XML база данных СИРа. Они расскажут коллегам чуть позже. В принципе, объем информации, которые будут предоставляться расширяются, будут различные информационные продукты. Но, опять же, все передрисую коллегам. Хорошо. Спасибо большое. И мы тогда переходим к второй части нашего семинара. Еще раз напомню, что всю информацию вы можете смотреть на нашем сайте, также звонить в отдел продвижения услуг 234-9-60 и либо на электронную почту salessobachknsd.ru И вторая часть нашего семинара посвящена будет у нас четыре достаточно большие темы, и они связаны как раз с той информацией, которую мы предоставляем на платной основе. О них нам расскажет Денис Яковлев, являющийся начальником отдела порождения изволюционных продуктов. Останьтесь. Останемся. коллеги, и сейчас у нас четыре темы. Я озвучу тогда все, да, Денис? Первая, база данных СЕР, НСД, предоставление копии эмиссионных документов, вторая тема, третья, рассылка депонентам НРД информационных уведомлений о необязательных корпоративных действиях, и четвертая, индивидуальные отчеты по эмитентным ценным бумагам и купонным выплатам. Пожалуйста, Денис. Добрый день, уважаемые коллеги. Я сделал, как уже сказали, обзор по нашим информационным продуктам, предоставляемым на платной основе, и для этого я воспользуюсь презентацией, которая находится на нашем сайте НРД. Переключите, пожалуйста, на сайте. Значит, данная презентация находится на главной странице сайта внизу, к ней мы перейдем. На данный момент мы предоставляем три услуги на платной основе. Это база данных по ценным бумагам и сопутствующей информации СИРНСД, сканированные бумажные копии внесенных документов и рассылки информации о держателе ценных бумаг. База данных BaseLite на данный момент находится в стадии разработки. Что касается нашей основной базы, это база данных СИРНСД, Эта база содержит информацию по ценным бумагам российских и иностранных эмитентов, принятых и не снятых с обслуживания в МВД на момент формирования файлов. Также она содержит информацию по организациям, использующимся для описания этих ценных бумаг и включенных в состав информации такие организации, как эмитенты, управляющие компании, ПИФы и и отбежать регистраторы. И справочники, используемые для описания ценных бумаг. База данных предоставляется в структурированном виде в XML-формате и с необходимой периодичностью. То есть, это ежедневно, еженедельно и ежемесячно. То есть, на данный момент здесь написано, что это находится в стадии доработки, но мы уже предоставляем и еженедельно, и ежемесячно. Информация в базе данных, то есть, файлы, которые мы предоставляем, продавлены следующим образом. Это четыре файла, которые содержат данные по ценным бумагам. Это файл по акциям, который называется «Шефс», по облигациям, который называется «Бонс». И также хотелось бы отметить, что файл по облигациям, помимо информации, описывающей облигации, также включает информацию о купонных выплатах и погашении основного долга или его части. Для российских облигаций это весь календарь купонных выплат и погашений, а для иностранных только последние прошедшие и предстоящие выплаты. Также данные по ценным бумагам содержат файл по инвестиционным паям и по лепестарным распискам. Далее в одном файле сгруппированы данные по организациям и 16 файлов содержат информацию по справочникам. Что хотелось бы еще отметить по поводу базы. Наша база обновляется ежедневно по итогам дня, что обеспечивает своевременное и оперативное получение всей актуальной информации. Также использование баз данных СРН-АСД позволяет значительно сократить издержки по сбору и обработке информации по ценным бумагам и оперативным действиям. Это достигается в силу того, что уже вся информация собрана и вам необходимо лишь загрузить с нашего сайта. Также хотелось бы отметить, что благодаря формату XML нашу базу можно очень легко интегрировать в вашу базу данных. И соответственно после того, как IT-специалисты проведут определенные настройки, данные из нашей базы могут напрямую попадать в вашу и у вас всегда будут актуальные информации. И опять же в силу того, что в базу данных включен календарь полных выплат и погашений по облигациям вы всегда будете получать информацию о корпоративных действиях с облигациями, находящимися на интервью зону хранения МРТ. Теперь хотелось бы поговорить о доступе к базе данных и как его можно осуществить. Для этого мы вернемся на наш сайт, перейдем в раздел документы, который находится на главной странице и дальше перейдем в раздел информационного сервиса и услуги. Далее мы перейдем в раздел представления информации специального бумага. Здесь находится типовой договор о показании услуг по предоставлению информации, в рамках которого предоставляются наши услуги на платной основе. Если его открыть, то он представляет собой формат PDF и является формой для заполнения. Здесь оставлены поля, которые вы можете заполнить, что касается наименования вашей организации и руководителя и реквизитов и далее уже передать в клиентский отдел. Также помимо договора подключение к базе данных сопровождается заключением дополнительного соглашения. Здесь представлены два дополнительных соглашения для квалифицированных инвесторов и для не квалифицированных инвесторов. Они представляют собой точно такую же форму как и типовой договор. Далее после заключения договора и дополнительного соглашения вам будет предоставлен доступ, то есть соответственно доступ к базе данных осуществляется только авторизованными пользователями, будет предоставлен логин и пароль к выделенному ресурсу для скачивания файла посредством HTTP соединения. Далее соответственно мы будем формировать XML-файл ежедневно и далее с использованием архиватора выкладывать единый файл, который будет размещаться на этом веб-ресурсе. Также здесь нужно отметить, что пароль, который вы получаете при регистрации у вас в сети как авторизованного пользователя является временным. И после того, как вы зайдете, вам необходимо его изменить уже на тот пароль, который вы будете в дальнейшем использовать. Временный пароль действует в течение 10 дней. Еще хотелось бы отметить о том, как вы можете использовать информацию, которую мы предоставляем из нашей базы данных СРНСД. То есть вы, правильно, ее загрузите в своей базе данных и используете эту информацию в вашей дальнейшей работе, в том числе для представления отчетов вашим клиентам. И в том случае, если они являются квалифицированными инвесторами, то, соответственно, предоставляете информацию для квалифицированных инвесторов. В конце мне хотелось бы немножко обобщить то, что мы сказали по поводу базы данных СРНСД. И еще раз сказать, что она содержит информацию по ценным бумагам российских и иностранных комитетов, тренингами снятых обслуживания, информацию по организациям, которые используются для описания этих ценных бумаг, и по справочникам, которые используются для также описания ценных бумаг. База данных обновляется ежедневно по итогам дня, что позволяет вам всегда иметь актуальную информацию, представляется в структурированном виде в XML-формате и позволяет значительно сократить издержки по сбору и обработке информации. Ну и, естественно, еще раз хотелось подчеркнуть, что уже в состав базы данных включен календарь полных выборов и погашения. Далее, как я уже сказал, база данных по ценным бумагам и информации Baselight находятся в стадии разработки на данный момент. Наверное, сейчас нужно анонсировать услугу, что в ближайшее время будет выпущено в промышленное пользование CIR-MSD Premium, который включает информацию не только по обслуживаемым ценным бумагам, а по всем ценным бумагам, которые присвоены ICN-RU, то есть действующие на момент выгрузки. Подробнее о ней мы, наверное, расскажем позже. Далее, перейдем к следующей услуге. Это сканированные бумажные копии эмиссионных документов. Начать отъезд бумажных копий. Мы предоставляем бумажные копии эмиссионных документов по обликациям с обязательным централизованным хранением банкового ОНРД. Естественно, на этих документах содержится отметка ФСФР по приеме этих документов и мы предоставляем документы, заверенные нашей печатью. Соответственно, данный документ вы можете использовать для предоставления обсудебной инстанции. Опять же, такие копии предоставляются в соответствии с типовым договором, который я уже показывал вам, в факте находится на сайте, и заключение в соответствии еще доп. соглашения. Доп. Соглашение предоставляется при обращении за данную услугу. Хотел бы сказать еще про стоимость, что стоимость данной услуги составляет 5 рублей за лист. Далее, мне хотелось бы перейти к сканированным копиям эмиссионных документов или, как мы называем, услугу эмиссионной библиотеки. Пользователем данной услуги предоставляется доступ к сканированным копиям эмиссионных документов с обязательным так называемым хранением в МКО ЗАМО НРД. Данная услуга может предоставляться двух вариантов спереди предоставлять, то есть, либо до даты размещения, не позднее, до узднее даты получения МКО ЗАМО НРД этих документов и в данном случае стоимость составит 50 тысяч рублей или уже после размещения выпуска ценных бумаг и стоимость подключения к такой услуге составляет 25 тысяч рублей. То есть, тут что хотелось бы отметить и, собственно, с чем связана стоимость данной услуги. Вы получаете быстрый доступ ко всем необходимым документам, то есть, база эмиссионных документов достаточно обширная и все они находятся уже заранее в одном месте и, соответственно, можете их использовать. Данная база также оперативно обновляется и использование сканированных копий эмиссионных документов позволяет стематизировать и оптимизировать работу с этими эмиссионными документами. Также для получения доступа к эмиссионной библиотеке необходимо заключить договор предоставления услуг, информационных услуг и, соответственно, также вам будет предоставлен логин и пароль для доступа к той части нашего сайта, где находятся эти документы. Помимо скачивания через логин и пароль в соответствующем разделе сайта, эмиссионные документы могут быть скачены через диск НРД, так как там они также прикреплены. Хотелось бы перейти к третьей услуге рассылка информации держатель национальных бумаг. То есть помимо той рассылки, которая осуществляется на бесплатной основе, мы также предлагаем посредством КОЛУЧ осуществлять рассылку депонентам НРД различного рода уведомлений, касающихся проведения необязательно корпоративных действий или другой информации, которая может быть интересна владельцам ценных бумаг. Тут кратко хотелось бы сказать о характеристиках данной услуги. То есть данная услуга позволяет оперативно передать всю информацию заинтересованным лицам в этих событиях и в этой информации, сокращает издержки, поскольку вам необходимо лишь изготовить один документ для передачи в НРД, а далее уже вся рассылка будет исчезнена посредством и долг. Соответственно, вы получаете доступ к широкому кругу получателей и происходит минимизация риска искажения информации. Данная услуга предоставляется в рамках отдельного договора. После заключения этого договора вам будет необходимо направить то сообщение, которое вы хотите, чтобы мы донесли до держателя ценных бумаг, просылка осуществляется на дату, которую вы нам укажете и, соответственно, она осуществляется тому кругу депонентов и на ту дату фиксации, которую также нам укажете. На этом у меня все. Да, спасибо большое. Денис, у меня есть вопрос. Возможно настроить оповещение по нескольким ценным бумагам на события, связанные с выплатой дивидендов, объявление о дате сокрытия, реест, решение о размере дивидендов. Цель оперативно получать информацию о принятых решениях. Пусть обратятся к нам, мы обсудим детали, соответственно, какой-то вариант предложим. Помимо того, какие услуги перечислил Денис, мы можем оказывать услуги на индивидуальной основе, то есть с учетом пожелания клиентов, то есть некий информационный аутсорсинг. Соответственно, мы готовы. Ну, повторим, да, обращайтесь к нам в отдел 234-99-60, мы уже тогда попробуем либо сами помочь, либо связать вас с Александром, либо Денисом. И спасибо, коллеги. Тогда мы переходим к следующему вопросу. Завершает нашу деменуру Георгий Урютов, который является директором сходно-экономического департамента. Он нам расскажет такую интересную тему. Это то, что реализовано в рамках проекта ценового центра. Называется база по справедливым ценам облигаций, которая рассчитывается на основе методики инфоа. Виктория, правильно понимаешь, что время уже закончилось? Время-то заканчивается, да, но мы все равно... Мы выложим запись на сайт, соответственно. Да, будет сайт. Те, кто не смогут посмотреть до 12 у кого время, те посмотрят обязательно в записи. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается совместный продукт, который реализовал МРД, СНФА и с участниками рынка ценных бумаг. Я прошу подключить на сайт. На главной странице вы можете найти баннер с названием ценовой центра. В этом разделе сайта размещены те документы, которые регламентируют работу ценового центра и методика проверения и, собственно, заявка на пользование информации ценового центра, которую сейчас необходимо заполнить для того, чтобы получать информацию о справедливых ценных облигаций. В режиме пилотной эксплуатации проекта данная информация представляется на некоммерческой основе. в виде ежедневной рассылки адресных файлов в формате dbf. Сейчас уже готовы форматы xml. В ближайшее время мы также разместим в этом разделе на сайте пример заполнения данного формата и направим информационные сообщения всем нашим клиентам. То, что касается в целом этого проекта, можно ознакомиться с презентацией в этом же разделе. Давайте немного посмотрим, прокомментируем некоторые моменты. Ценовой центр сформирован на базе МФА. МФА является оператором ценового центра. Непрерывно мы актуализируем методику, дорабатываем алгоритмы расчета для повышения качества данных, которые распространяются на рынке. Также мы для расчетов используем ту базу корпоративной информации, которая была коллегами освещена чуть ранее. В качестве информационных данных для основного центра, для автоматизированной системы, которая позволяет проводить оценку в автоматическом режиме, без участия экспертов, без какого-либо субъективного фактора, в качестве наполнения мы получаем данные из различных инновационных источников, из Блунберга, информацию о фиксинге МФА, другие открытые источники и базы данных. Вместе основная информация о облигациях берется из нашей корпоративной базы, которую вы тоже можете отдельно как продукт приобретать. Что касается самой методики, подробно рассказывать мы, наверное, сегодня не будем. Если есть вопросы, вы можете обратиться на наш по адресу вал.nsd.ru Этот адрес приведен в том же разделе по ценовому центру. Что касается методики, можно сказать, то, что она состоит из двух основных направлений. Это два метода, которые основаны на рыночных принципах расчета и два метода, которые основаны на компонентальных методах расчета. Далее при применении весовых коэффициентов определяется справедливая стоимость цены бумаги. Для цели публикации бумаги разделены на четыре группы в порядке бывания ликвидности. Соответственно, наибольшую часть составляют сейчас бумаги, не ликвидные и не имеющие рыночные цены. Над этим сегментом продолжается работа, и я думаю, что с момента коммерческой эксплуатации, которая намечена на 1 апреля, мы начнем предоставлять информацию, в том числе и по 4 группе. так как, как вы видите, среднеквадратичные уклонения по этим категориям ценных бумаг, этим группам, по первым трем очень хорошие, это менее 1% пункта, а по 4 собственно работу мы еще проводим. В будущем можно сказать, что ценовой центр будет являться одной из информационных услуг, которую оказывает МКРОЗОМРД как оператор ценового центра. Информация будет доступна в тех же форматах, в тех же стандартах, которые сейчас распространяются МРД. Подписаться на коммерческий продукт, который будет содержать неограниченный список ценных бумаг, как сейчас при пилотной эксплуатации, а будет содержать информацию об оценке всех облигаций, которые находятся на учете на 2-й МРД. Подписаться на эту услугу можно будет таким же способом, как рассказывал Денис. Наверное, на эту минуту у меня все. Если есть какие-то вопросы, конечно же, обращайтесь. Спасибо, Георгий, большое. У нас вопросы поступили еще к коллегам, к Денису и к Александру. Я попробую их озвучить. Включены ли сканы эмиссионных документов еженедельно или ежемесячную базу, или они закладываются и оплачиваются отдельно? Отдельно. Это отдельная услуга. Это отдельная услуга. Значит, доступа. Когда мы рассматривали диск, в принципе, там был раздел, посвященный документам. Используя второй вариант доп. соглашения, можно, в принципе, просматривать и как на отдельном услуе, то есть, скачивать комплексом эти миссионные документы, либо поштучно, привязки к конкретному выпуску. еще один вопрос. Каким образом будет осуществляться персонализированная рассылка информационных сообщений по код действиям? Только получу, и рассылка будет всем депонентам, или только тем, у кого остатки на счетах по конкретной цели? не совсем поняла. Можно я отвечу? Да, конечно. Значит, в данном случае рассылка тем депонентам, кто пользуется по лучу, будет осуществляться по лучу, также данное сообщение может быть размещено на нашем сайте, и плюс для тех депонентов, у кого нет по луч, данное сообщение будет передано через их ячейку в нашем клиентском отделе. И, естественно, рассылка будет осуществляться только тем депонентам, которые на туда с фиксацией, которые вы укажете в требовании к рассылке, будут являться держателями этих ценных бумаг, а не всем депонентам НКО ЗАО МНРД. Сколько? Нет. Хорошо. Ну, коллеги. В общем, вопросов больше у нас нет. Те вопросы, которые мы не озвучили, мы обязательно ответим по электронной почте тем лицам, кто написал. Спасибо вам большое. Еще раз хочу напомнить о том, что обращайтесь, пожалуйста, к нашему сайту. Если что-то не можете найти, всегда звоните. Быстрый 429-60, мы вам поможем. Надеемся, что наша информация была вам полезна, интересна, и мы обязательно встретимся еще. Спасибо. Всего доброго. Хорошего дня всем. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok